Без ёлки у нас Новый год не Новый год, но надо немножечко быть впереди планеты всей, поэтому это ёлки нестандартные, это ёлки креативные. При создании креативных ёлок, что самое главное, это образ дерева, чтобы был образ дерева. Вообще символ дерева это связь поколений, то есть всегда считалось, не только в древнеславянской мифологии всегда считалось, что корни это наше прошлое, ствол это наше настоящее, а ветви это наши дети, это наше будущее, то есть это будущее поколение. Поэтому символ дерева у нас сопровождает все такие великие праздники, в том числе и Новый год. Что я использую для основы этих ёлок? Как ни странно, вот это ёлки, это ёлки, это и вот это ёлки. Это разные техники, но основа у меня это либо спин, обычный самый, с отверстием, либо это, если стила нет, не хочется заморачиваться с этим, просто я в цемент, в кашпо, закрепляю ствол, основание, вокруг которого уже будет у меня основа. В цемент, в пластилин, какие-то камечки могут быть там вклеены, то есть просто для утяжеления, чтобы она не падала, потому что она получается достаточно тяжелая. любить, например, я вклею. Любой прутик, любой. Ой. Дальше, на этот прутик мы... Вот у меня был поролон, это может быть синтепон, это может быть любая ткань, все что угодно, произвольно, любую форму, мы создаем вот такую, я захотела форму создать, а почему бы и нет, у всех вызывает улыбку. Традиционная, вытянутая форма вот такая, почему бы и нет, да? То есть мы любую основу создаем, или на основе кашпо, или на основе спила, я сделала из поролона, у меня очень много, например, старого поролона накопилось. Самое главное, что она была непромокаема, то есть из газеты нельзя, из целлофана можно, из бумаги нельзя, и так далее. Вот это важно поместить, чтобы она была непромокаема. Вот эта форма уже готовая, но не покрашенная. Выглядит очень странно, непонятно, что это такое, некрасиво. Сейчас мы сделаем красоту. Для этой техники нам понадобится краска, которую беру в селонках, опять же, самая обычная, самая дешевая, и клей ПВА. Я беру сразу большими. Упаковочками. Ничем себе не отказывать. Смешиваем один к одному. То есть, если 100 грамм этого, если 100 грамм этого получается. Один к одному смешиваем. Можем для экономии чуть-чуть водичка развести. Это я называю их, грубо говоря, грязной техникой. К ним тоже нужно подготовиться, надеть перчатки, надеть фартука, взять подразную одежду, расположиться в удобном месте, застелить стол, чтобы не иметь проблем потом со своими домочадцами. Берем обычную паклю. Я рекомендую всем вот такую паклю в хозяйственных магазинах, в сантехнических она везде продается. Есть такая в пакетиках, она такая грязная, там очень много ссора, а вот такая именно, такими кучками, одна святочка, у которых было 5 святочек, они стоят где-то в районе 100 рублей, но хватает очень надолго. Паклю точно. Очень надолго хватает. Я беру форму вообще можно безумно разной создать таким образом. Именно мотаной елки. Декор я рекомендую минимальный. То есть вот эту мотанность мы подчеркиваем каким-то золотым шнуром, какой-то, может быть, цветной проволокой. Может быть, она у вас веселая елка, может быть, какой-то пряжей интересной. Что еще Елена подскажет для такой стиль, чтобы именно эту фактуру мотанности подчеркнуть. То есть всегда я рекомендую основы всем мастерам делать из подручных материалов, не делать это все из каких-то дорогущих материалов. А дизайн уже? Пожалуйста, там сессуары могут быть разными. Все, и мы произвольно оборачиваем это все паклей и придаем ручками фактуру, какую нам надо. Вот мне нужна гладкая, я приглазила, да? Ладенькая получилась. Мне нужна такая, знаете, такая более лохматая. Я бы сделала вот так, да? Почему бы и нет? Но здесь самое главное – плотность. То есть ваша основа из ткани или там с поролона не должно быть видно. Потому что при покраске это все проявится и будет узнаваемо. А это не должно быть узнаваемо. Вообще, из пафли можно творить чудеса на самом деле. А может быть не только из пафли. Где можно еще и сказать? Пафля? А я покажу вот эти шары из пафли. Большой шар. То, что на садике заставляет нитками мопать. Да? Да, но это нитки. Во-первых, нитками долго. Ужесно. Вы знаете, поднадоело всем, если честно. Да, и разно. Да. А из пафли фактура интереснее получается. И не такая узнаваемая. То есть из чего это? И вот можно резать вот там вот разрезанные коршины у меня есть. И размеры можно разные. То есть и огромные. Вот почему родился этот шар для оформления витрины, например, интерьеров и так далее магазинов. И маленький на елку, пожалуйста. То есть вот там разрезанные у меня частички. Вот внизу маленькие самые разрезанные шарики. Я тоже покажу размеры, расскажу, как ими пользуются и так далее. Вот. Я до конца доделать не буду. Это понятно, да? Потом у нас высыхает вот такая вот основка. Мы ставим батареи на следующий день. Это уже достаточно твердое. Это достаточно легкое. Это достаточно прочное. Что здесь важно? Самый главный момент. Это низ. То есть низ вот я сейчас начну прикладывать, начнет отваливаться, это все начнет падать и так далее. Мы просто доделываем до низа. Я всем рекомендую. Поставили, высохло, перевернули. Сделали низ чистенько, чтобы ничего нигде не было видно. Поставили так в батарее. На следующий день готово все. То есть в несколько подходов. И на следующий день я могу просмотреть. У меня вот здесь кое-что просматривается. Я немножечко второй слой добавлю и так далее. Это все идет под покраску. После покраски золотым спреем это выглядит вот так. То есть это выглядит намного лучше. Сразу же показываю вторую технику. Вот эту технику. Салуты с кокушками и серебро. Похоже как будто имитация фольги. Тоже сложного ничего нет. Я покажу вот на этой основе. У меня основа эта не очень нравится. У меня не очень хорошая форма. Я ее хочу нарастить. Но это тоже пакля, да? Нет, это не пакля. Это салфетки. Самые обычные дешевые столовые салфетки. Это пакля, да. Это пакля. Это пакля. Я думаю, вы будете долго и скажете. То же самое. Беру салфетки. Салфетки вообще-то как-то вещь. Тоже удобные. Самые дешевые. И начинаю делать из них основу. Создавать интересную фактуру. То есть из них вообще можно лепить фактуру. Клей ПВА и водоиморсионка тоже один к одному. И начинаем. То есть неожиданно для меня при покраске серебром а елочка стала смотреться так, как будто она из фольги из-под шоколадки. Правильно? То есть здесь какую поверхность мы хотим достичь, такую мы и делаем. То есть я могу более объемно. Я могу пригладить. Я могу вот так потом пальчиком поверхность. Это все при покраске проявится. Вот та вот серебристая елочка у нее такая более рыхлая поверхность. Вот такая золотистая елочка. Я просто много-много-много салфеток использовала. И потом, после того, как ее сделала, потом просто делала такую более лохматую фактуру. Фактура при покраске появится очень интересная. Там самое главное сделать основу интересной фактуры, а потом уже ее украсить. То есть что-то, может быть, у вас какая-то идея родится после мастер-класса. Вы по-другому просто взгляните на все материалы и поймете, что у них не только... Их можно использовать по назначению. Потому что я всегда прихожу в какие-нибудь магазины хозяйственные и начинаются пытки. Я начинаю говорить, дайте мне пакли. Мне в ответ говорят, о, да, это хороший век. Вот возьмите какой-нибудь супер-кереметик, он для батарей хороший. Я говорю, ну, мне вот нравится эта пакли, она красивая. Ну, а вам зачем? Кромнее для декоративных целей. Разве это можно туда использовать? Конечно. Только можно и не нужно. То есть, в принципе, делается достаточно быстро здесь все. То есть вот несколько заготовок сделали, вечерком посидели, на следующее утро у нас уже готовая основа, так сказать, для творчества. Здесь точно так же поступаем с низом. Сделали елочку, оставили на ночь, она высохла, перевернули, делали низ, оставили, он высох. Вот уже получается интересная фактура. Если без покраски, я пробовала, знаете, делать из зеленых салфеток. Из голубеньких, да, они высыхают, остаются такого же цвета. Ну, она не такая интересная, она более узнаваемая. Здесь вот такую интересную фактуру подделаю. Как лепная, чтобы не было понятно, из чего-то. Получается вот такая у нас креативная елка.